Для американцев регион Южного Кавказа является очень чувствительным местом во внешней политике. Безусловно, то, что им, несмотря на все имеющиеся договоренности, хочется остаться в регионе и сохранить влияние как за премьер-министром Армении Николом Пашиняном, так и оставить контроль за безопасностью в регионе в целом. Об этом в интервью «ДайАЗ» сказал российский политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин. Принципиально то, что ведется гуманитарная политика, поддерживаются некоммерческие организации, проводятся мероприятия, круглые столы, конференции. В Армению идут реальные деньги для того, чтобы иметь проамерикански настроенное население и при этом иметь лоббистские возможности для начала нового конфликта в регионе. Сообщил российский политолог. В данном плане, продолжил он, американцы подталкивают Пашиняна не только к провокациям, но и к открытому военному противостоянию. США недовольны тем, что в Карабахе нет американских миротворцев и баз, а также тем, что в Армении нет американских военных. Для них очень важно, чтобы произошел пересмотр итогов Второй Карабахской войны. США, как и Франция, добиваются того, чтобы их включили в переговорный процесс во все возможные группы, которые сегодня работают по стабилизации отношений и ситуации в целом в Карабахе. Как подчеркнул кандидат исторических наук, если США и дальше будут давить на Пашиняна, если они будут стремиться обосновать ему необходимость присутствия американских военных и необходимость проведения новых военных диверсий, то будут новые провокации. И, соответственно, Азербайджану и России нужно быть готовыми к новым провокациям Армении, которые, к сожалению, могут появиться в ближайшей перспективе. При этом провокации могут быть более серьезные, ведущие к активизации военной стадии. Заключил российский политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч.